моих ошибок примерно на 30 миллионов уровень приближения к криминальной уголовной статье у вас он все время рос 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 да сколько вы заработали за это время потом начинается полная жопа поджигали тачку война цепями приезжали туда-сюда ну что друзья всем привет я недавно давал интервью для канала большой человек получилось достаточно большое видео поэтому разбили его на две части первую часть видео вы можете увидеть непосредственно канале большой человек а вторую часть конечно же на моем youtube канале и более того в самом конце видео мы разыграем сертификат на 10 тысяч рублей вы можете им воспользоваться в наших шавермах и набрать целую кучу в лаваше либо если в другом городе конечно мы вам отправим его наличкой поэтому смотрите видео там будет очень интересно про бизнес про хайп про на рекламу про то как мы начинали какие обороты сейчас так далее поэтому смотрите видос подписывайтесь на канал ждем лайки и комментарии поехали а вот что касается рекламы какой рекламу вы пользуете чтобы рекламировать заведение всей начинает онлайн соцсети тик ток а что в тик токе происходит токи в ролике начиная от моего личного бренда где я сам рекламирую начиная как мы бизнес стоим прозрачность там выручки как мы готовим продукт и вообще лайфстайл свою жизнь туда вставляю на допустимом переплетается как основателя сам бренд тоже есть там отдельные ролики где не снимается шавермы с кофе пытаются трендовые истории делать с музыкой там танцуют шавермы вот плюс соответственно youtube как мой личный бренд да мы раскачиваем там тоже все про шаверму про франчези как мы открываемся как продукт делаем как кушаем его там яндекс дзен круче все что можно по онлайн площадкам использовать мы используем ну и также оффлайн это листовки наши с 90-х годов раздаются так мы принципе они работают коллабы с институтами как это не туда коллабы с институтами со студентами с военными историями коллабы там с барбершопами стоп ганами короче со всеми сетями которые есть мы стараемся везде окей работать определенно и абсолютно точно удачливый предприниматель потому что первых ваших три бизнеса не граничили с законом на законом вы могли там уже давно крыльца готовить в местах не стали отдален за согласие лаваше они здесь мы конечно часто все круто успешно рассказывать давайте так у меня моих ошибок примерно на 30 миллионов за всю мою предпринимательскую дичь лаваше когда мы строились понятно что были успешные точки но были ус неуспешные решения вот эти неуспешные решения стоили всегда какой-то определенных сумм что мы например случился гипер рост у нас там мы с одной точки выросли в 8 очень резко за какой срок буквально за год я не успел построить систему серые системы финансового планирования фондов отчетности и так далее и понял в какой-то момент что у меня food cost 135 плане запланировано стал 57 точки тогда же быть плюсе но с учетом food cost a 57 я в минус в огромный там у меня разрыв меня здесь вот лаваше был тоже разрыв порядка 7 8 миллионов сколько из тысячи точек которую хотя открыли лаваше будут приближать вам вся там все тут какая история питер и область это примерно 400 в общем да мы планируем питер основное будет ядро все другие города конечно открывать сами не будем чтобы сделать 32 точки в ваша из них 18 собственных вы потеряли бы порядка 30 миллионов рублей на сколько вы заработали за это время это 17 года я никогда не считал сколько я заработал за три года я могу сказать свою маржу я могу сказать свою рентабельность вот но конкретно сколько заработала не могу сказать потому что я реинвестирую постоянно потому что эти же 18 точки я построил в среднем начинали с точки от миллиона 600 сейчас у нас . стоишь 6 миллионов поэтому если умножить утрированно даже там утрированным 15 точек там на 4 миллиона в среднем вы получите сколько я получил выше это все деньги уже отбиты на 4 миллиона ну вот или 4 миллиона вложений в каждую точку мы в утрированном вложили 4 это получается 50 до 60 60 на 60 миллионов готовых точек которые мы получили у нас есть инвесторские которые деньги крутятся но мы их там реинвестируем постоянно сейчас еще раз мы сейчас еще строим 6 7 . мы сейчас средний месяц открываем 2 3 плюс потери я думаю что сто сто пятьдесят сколько денег нужно бизнесмену вашего уровня на то чтобы жить в месяц они все не растут это понятное дело дети же прибавляются налить прибавляется машине прибавляется все что я думаю что от миллиона миллион вы зарабатывать я трачу миллион зарабатываю больше теракт у меня только кредитов у меня две машины в лизинг у меня земля в кредит который я плачу 300 тысяч месяцев и за землю поэтому но я всю жизнь мотивирую такими поступками я понимаю что мне на это не хватает а вот я и царю что я в бизнесе чуть-чуть что-то там закопался стагнация происходит какая-то для меня я иду беру какую-то очень дорогую вещь который могу себе позволить и тут происходит мотивация что здесь надо что-то делать шевелиться чтобы это все закрывать и так раз в год примерно что-то себе позволяю и принципе доход и развитие финансовый рейс каждом немножко поподробнее поехали автомойка на чьи деньги было открыто на моим неба я и партнер день за 600 тысяч рублей мы построили и работал в кока-коле зарабатывал примерно там 70 80 тысяч уже тогда плюс у меня отец строителей вот мы с партнером из кока-колы всю зарплату вкладывали в эту мойку строили примерно 6 на землю в петергофе я там же и работала и жил в после работы приезжал и мы строили мы 6 месяцев за 6 месяцев мы возвели 6 месяцев метров в коньке я уже ушел до с кока-колы пошли на было невозможно было совмещать я там работал администратором и в этом пока еще продали да за сколько за 2 миллиона вопрос следующий сувенирная продукция очень интересный бизнес это бандитский бизнес до сих пор бандитский как-то пробился еще к работам в кока-коле поставил одну точку в петергофе у парка в самом конце я сразу анализирую ну и начал считать трафик людей где сколько какие выручки кассы потихонечку залез причем залез человек сам поставил . я и управлял после сама муж не залезть вот ну а потом соответственно так получилось что за счет того что у меня появилась потом автомойка я познакомился со всеми структурами данного региона потому что они все любят мы все бесплатно мыться и все познакомились он начал ходить в баню вот и как-то так сложилось что в очередной раз пришли придя в баню сказал слушайте дайте мне 10 первых мест пожалуйста вот напротив парка на что несколько сушим люди по двадцать лет стоит у структуры спросили да да люди стоят по 20 лет платит нам по какую-то сумму определенную и нам все нормально я говорю умножаем на 10 сумму как на 10 ну так вам платили там утрированно 30 я буду оплатить 300 с точки в месяц на что мне говорит ах они уроды они шо нам каждый месяц плачется что у них денег и на сами там такие бабки я говорю это вот коммерческое предложение ну все и на сезон все сразу все через меток решал все сносится я ставлю первые 10 . потом начинается полная жопа поджигали тачку война с цепями приезжали туда-сюда я и моя жена ездили свой хранитель сколько десять точек давали в месяц в среднем миллион чистыми я забирал за месяц в сезон это где-то 4 месяца 4 миллиона я получал на зиму это все как бы в морозилась вот но для меня тогда это 22 года 23 это космос был у вас точки 300 тысяч 10 точек 3 миллиона только я давал структур и миллион нужный миллион только заработали да ну мне этого было достаточно высломали рынок да я сломал рынок и что люди на это помимо того что сжигали тачки что-то еще было но не так и не сожгли пытались но не стало не горит еще продажа была спирт но там все плохо закончил это вышли мне просто шел чек нарисовать это что уровень приближения криминальной уголовной статье у вас он все время рос 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 да да ко мне пришел человек в свое время еще работу акции мне еще типография была но это как типография у родственников как раз были брынзы им нужно было большая потребность была в листовках вывесках а у меня был очень хороший кейс потому как договариваться фидбэк уж я с кока-колы был менеджер по ключевым клеткам у меня форма переговорной было очень хорошая мог отжать очень хорошие скидки оптовиков столкнул бами там две компании я знал как работает это все и в принципе вот я стал таким опыт менеджером у них по всей маркетинговой истории я находил типографии отжимала у них очень высокие низкие там цены приходил говорю вот вы берете по столько я буду приводить по столько при этом еще на этом зарабатывать вот и когда у меня была типография у меня был офис петергофе мне как-то приехал чувак говорит слушай саша его звали у меня есть вот такой бизнес хочу попробовать организовать вот разливать там продавать спирт туда-сюда туда приезжает бочка мы разливаем по 5 литров продаем на базу они потом уже делаются без и тела питьевой 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 который из которого можно делать уже не особо легально ну кучу хочешь вот ну и все соответственно я вида нафиг мне это нужно говорю за про херню заниматься не буду вот такую смотри а он еще ничего туда не было это только была идея вот ну и соответственно через какое-то время я уже в ресторане своем вот он ко мне приезжает на gt последний на бмв до 50000 у меня заказывать коньяка ли блин вот ты дурак эти рассказывал такие со мной бы зашел с партнером был бы я сижу ну да ну я дурак наверное он такой ну ладно есть тема можно вот теперь на таких условиях уже на других даешь мне там от 2 миллионов 10 процентов месяц получаешь все равно сумасшедшие бабки я проверил у него там сомни пока я показал производство вот мы здесь проезжаем здесь все это все легально все круто с этими работы я позвонил туда ребята нашим погоник да все хорошо мы курируем ну ладно а он говорит все легально в документе не проверяли нет это спирте там проверяли приехала бочка нее разлили куда отвезли соответственно нужны срочно деньги но двух миллионов ты не лежит кармане я же не только подарил мерседес c-класса салона и только только там не только может полтора года из-за него выплатил кредит и пришел бы и слушать давай говорю эти попозже там месяца через три-четыре куплю новую машину кредит дай быстренько проверну ну и все взял эту цешку продал за два мульта и кинул спирт он мне четыре месяца поплатил ровно и его хлопнули он еще успел у меня мойку купить да так что в принципе плюс-минус я там доната дата на то я вернул но опыт тоже большой был и вы открываете ресторан кинза да вы вкладываете 3 миллиона ваш инвестор вкладывать 12 ресторан 400 метров находится он петергоф прямо напротив парка часовой завод бывшие он сейчас там расформирован там так типа торгового и бизнес-центра сделано насколько удачно за полтора года мы купили все средства вложенные через полгода я понял что у нас реально люди сидят на у в очереди на улице в машине дождаться в выходные чтобы к нам сесть не хватало посадочных мест на это стало таким местечковым движнику на и плюс без безопасность мы постарались пускать адекватов воды это все принципе сработало и работал очень хорошо и вот наступает 14 год я принимаю решение что не нужно расширение я выкупает долю инвестора полностью он выходит мы определяемся что нужно взять еще там метров сто хотя бы к нему чтобы можно было сделать посадочные места до ресторана да прекрасно освобождается помещение мы берем я беру кредит вваливаемся туда закрываем ресторан на три месяца на два с половиной красный сезон открываемся и начинается кризис основной в четырнадцатом году и все и попасть если мы подняли уровень потому что мы переделали все подняли я уже звезду поймал я же рестораторы великий я же могу я хрустальные люстры лиственница на потолок и так далее на на пол лиственницу положил и все и сделать более дорогую дорогой цене дорогой ремонт народ не пошел все те которые они начали разбрелись по более дешевым форматом но и плюс средства людей просто не стало денег и пиво пицца пиво пицца пиво пицца минус 800 минус 800 минус 800 так где-то 7 миллионов кассового разрыва на хороших отношениях собственно кушу мы долго мы платили адекватно все прекрасно понимал жгли седые волосы перестал спать это сподвигло меня смотивировало создать столовую это еще один бизнес на преддверии лаваша потому что я все думал о таком формате мы к мне как ему не мог прийти вот период с партнером создав открыли сначала первую столовую вторую столовую но это параллельно пока у меня было кинза это все мне висело в долговых а здесь я начал новый бизнес какой-то момент я принял решение что из кинзы можно сделать хорошую столовую в нашем формате и эту кинзу за долги я продал в нашу же компанию сделали ребрендик и сделали ресторан быстрого питания место на том месте да и он до сих пор успешно работать а партнер отвалился нет не застал сюда да мы работаем нас там сейчас четыре партнера у нас есть столовых 12 штук по городу из них 10 это пельмеши и 2 столовые огромные называется на кухне все обедут в корону ничего не приносит до этого по оборотке наверно 300 миллионов было в год в чистых наверное в среднем там три-четыре миллиона на всех что ребят спасибо всем что посмотрели это интервью а теперь конкурс на 10000 рублей это целых 50 шаверм в лаваше и условия в комментариях под этим видео вам нужно написать куда вы денете эти 50 шаверм что вы с ними сделаете самый крутой комментарий мы оценим и конечно же выделим первое место и отправим ему либо 10 тысяч рублей все будет другом городе либо выдачи сертификат на 50 шаверм и он прям на видео получит эти шавермы и чтобы могли вас найти оставляйте ссылку на свой инстаграм обязательно в каждом комментарии чтобы мы смогли сами связаться и выдать вам ваш подарок